Я владела вот этими способностями, у меня были открыты с детства, и мне очень повезло то, что я родилась в семье, где это не закрывали, не прятали, а наоборот помогли мне это все развить. У меня и бабушка, и прабабушка были знахарками в деревне, то есть тогда была глухая деревня, не было, соответственно, ни врачей, ни медицины, ни лекарств. И, значит, это помогало я ей с детства. Ну вот в три года я уже стояла, заговаривала, все, значит, там раны, болезни, травы мы собирали, и поэтому потом профессионально я поступила в медицинский институт, закончила медицинский институт и лечила людей, значит, уже профессионально, используя, плюс используя свои способности. Я когда вот заращивала сломанные лапки кроликам в три года, я думала, что другие люди то же самое, все это умеют делать. И поэтому для меня это, у меня не было никакого другого выбора, кроме как пойти в медицину. И вот оно все по жизни так и сложилось. Вот представьте, пожалуйста, планету, как планету Земля. То есть у нас в космосе есть, кроме нашей планеты, еще и другие планеты. И они все вращаются. И наша Земля то же самое вращается. И вот та же, когда она происходит, доходит до самого верхнего пика, то она поворачивается боком. И вот этот поворот называется смена электромагнитных полюсов. Такая вещь происходит раз в 12 тысяч лет, ну, примерно. И вот эта смена полюсов, раньше, когда первая произошла, то тогда вот как раз и произошла гибель всего живого на планете. Но тогда не было разумных существ на планете, поэтому все произошло в естественном варианте. Но сейчас вот эта наша планета проходит точно такой же переворот, точно такой же, его называют по-другому квантовый переход, но уже с наличием нас разумных существ на Земле. Поэтому этот процесс контролируемый, растянутый во времени так, чтобы он не был мгновенным, чтобы люди не погибли. Но когда произойдет вот этот вот скачок, и когда вот этот переворот произойдет, то поменяется направление электромагнитных полей, поменяется климат на Земле. И, соответственно, для того, чтобы людям перестроиться, подстроиться и не погибнуть в процессе вот этого квантового перехода, идеальный вариант заниматься перестройкой своего энергетического контура. Вот занимаюсь, вот я с людьми, когда занимаюсь, то я, собственно, учу их перестраивать свой контур, подстраивать под текущие реалии и те, которые будут в будущем. Когда произойдет переход и откроется, изменится плотность атмосферы, изменится плотность материи, и тонкоматериальный мир, то, что мы называем духи, и то, что многие называют призраками, он будет проявлен вживую. То есть очень многие люди его просто увидят. И вот для того, чтобы люди не пугались, не паниковали, и не думали о том, что у них все уже началась определенная психическая болезнь, вот это объясняем людям о том, что это существует уже и сейчас, и доступно в видении некоторым, которые этим занимаются. И в этом нет ничего страшного, и что с этим можно сотрудничать, и что это не бесы, не демоны, а то, что есть, значит, хорошие духи, которые помогают людям. И есть представители других цивилизаций, которые на Земле существуют, и живут рядом с нами бок о бок, просто мы их не всегда видим, они нам не показываются всем. Поэтому вот для того, чтобы нам хорошо пройти вот этот переход, нужно осознать о том, что мы не одни на планете Земля, и не пугаться, когда будут проявлены все остальные существа, которые мы пока человеческим взглядом не видим. Но они существуют, и вы очень много можете наблюдать, когда кошки играют непонятно с чем в воздухе невидимом. То есть это только люди, пока не все видят тонкоматериальные существа. То есть животные обладают более тонким зрением, и очень часто их видят. Дети, они видят их практически, все дети видят. И поэтому они рисуют иногда странные сны, они иногда рассказывают странные мамам ситуации, о том, что мама приходила в воздушный шар, и около меня был, и вот он меня трогал, значит, и это. И очень часто такие вещи они рассказывают. Но родителям, вот мой совет, поговорить с детьми, самим не бояться этого, и ребенку объяснить о том, что это хорошее, о том, что они добрые, они тебя защищают, они тебя подпитывают. И тогда ребенок не будет пугаться этого. И, соответственно, он будет испытывать хорошее настроение, наше настроение – это наша энергия, и, соответственно, на хорошее настроение будут приходить, соответственно, хорошие, добрые представители других цивилизаций. То есть вот эти шары, которые дети очень часто видят и рисуют, это представители плазмоидных цивилизаций. Кроме того, дети очень часто контактируют с представителями других цивилизаций и рассказывают о том, что у меня есть друг, которого мы не видим, которого ты не видишь, мама с папой. Но он хороший друг, мы с ним играем, он разговаривает. Это тоже уже у детей проявлено, потому что в будущем это может быть проявлено практически у всех. Представители других цивилизаций, мы их называем плазмоидными цивилизациями, для них нет понятия хорошо и плохо. То есть если они ребенка напугали, ребенок напугался, то для них это просто эмоция. И соответственно они и дальше будут его пугать, потому что они не понимают, что это плохо для ребенка. Поэтому если ребенку объяснить, что он не пугался, а радовался, то тогда они будут вызывать у него именно вот эту эмоцию радости, счастья, покоя. И тогда и ребенок не будет пугаться, потому что для них не принципиально какая эмоция вообще вызывается, потому что любая эмоция это выплеск энергии. В любом варианте не нужно реагировать страхом, потому что то, что неизвестно, это не всегда опасно. Начальный этап был в сентябре 2021 года, когда первый большой поток энергии пошел, и многие люди его почувствовали ухудшением самочувствия. В это время выросла смертность, к сожалению, у нас от болезней. Второй поток у нас был в феврале месяце 2022 года. Сейчас в марте идет постепенное нарастание мощности вот этих потоков энергетических, и сильный будет в апреле всплеск, и завершение планируется в сентябре или в декабре этого года. Почему нет точных дат? Потому что этот вопрос, он решается буквально вот по ситуации. То есть сейчас, если раньше Земля автоматически самостоятельно совершала вот этот поворот, то сейчас представители других цивилизаций этот процесс контролируют и удерживают Землю для того, чтобы она резко не повернулась. И именно поэтому процесс управляемый. То есть отслеживается ситуация на Земле, и исходя из реальной ситуации, планируется скорость поворота Земли. У нас и люди, и планета, они взаимосвязаны. Поэтому если душа планеты и сама планета видят о том, что человечество не готово пока совершить такой резкий поворот, то она либо помогает людям, и вот люди иногда начинают осознавать о том, что они не одни на Земле, о том, что есть другие цивилизации, о том, что Земля, нужно ее любить. То есть они начинают излучать эмоции не страха, горя, разочарования, а эмоции радости. И тогда Земля в этот момент еще немножечко поворачивается. То есть если исчезнут эмоции страха, а принятие того, что произойдет, будет, то тогда этот процесс пройдет безболезненно и достаточно в сжатые сроки. Но он в любом случае произойдет, потому что кроме планеты, планета Земля, она не единственная, она встроена в звездную систему. И искусственно тормозить все равно до бесконечности невозможно. Поэтому мы делаем все, чтобы люди поняли, что происходит, чтобы они не боялись, чтобы они были готовы к этому, осознавали, что их ждет впереди и радовались. Иногда, знаете, я вот как врач могу вам сказать о том, что иногда приходится действовать хирургическими методами, чтобы вскрыть вот накопившийся гнойник, чтобы его очистить. И потом эта рана быстрее заживет. Потому что иногда процесс долго длится, и он не идет в сторону выздоровления, и не идет в сторону разрешения процесса. И тогда приходится прибегать к таким кардинальным мерам, как военные действия на Украине. То есть это была вынужденная акция. И, к сожалению, только через определенное время люди поймут, что это была необходимость. Вот я не буду просто дублировать официальные данные о микробиологических лабораториях, о планах по нападению и ядерной атаке. Это все и доступно в сетях, можно все прочитать. Но вы же понимаете о том, что когда вот эта внешнеэкономическая политика развивается, то не может быть так, что мы Россию изолировали от всего, и это никак не скажется на нашем финансовом состоянии благополучия. Какое-то время у нас все равно будет трудное время. И это время нужно будет просто понять, пережить, пока мы на новую систему не перестроимся. Конкретно сказать, что конкретно будет в апреле, ну, я думаю, это будет не совсем правильно. То есть, ну, я честно вам скажу, что я в людях уверена. Мы столько всего уже пережили, что я думаю, что вот эти все финансовые, значит, проблемы, мы совершенно спокойно вот тоже переживем. Потому что это было предусмотрено. То есть, это не вот внезапно что-то случилось, как у нас ЖКХ, когда внезапно наступает зима. Здесь нет. Здесь это процесс планируемый был. Вот, поэтому большинство людей, я точно знаю, что они уже готовы и морально, и финансово, и физически к этому процессу. Процесс перестроения. И те созвездия, которые мы видим сейчас, они будут совершенно в другом месте. И еще очень интересный момент, которого мы ждем, когда Земля повернется, то на небе появятся два Солнца. Но это мы понимаем, что как два Солнца. Просто нам будет видна еще одна планета. То есть, и она будет светиться даже как Солнце. У нас поменяется климат не только из-за того, что два Солнца будет, а просто из-за того, что Земля повернется и освещаться, и прогреваться будет с других сторон. И поэтому мы вернемся к тому времени, когда на Земле были динозавры и все первородные расы, когда на Северном полюсе было тепло, а на экваторе был Северный полюс. Поэтому вот сейчас мы постепенно, планета будет возвращаться к этому периоду. Но это не мгновенно произойдет, не разово. То есть, это будет растянуто на десятилетия. Процесс идет и сейчас. И те, кто внимательно к природе относится, они могут заметить, что Солнце садится в другом месте, что небо изменилось цвет, что закаты стали другого цвета, что у нас сейчас идут наводнения на южных районах, в этих районах, то есть, Сочи затопляет. То есть, у нас идет наводнение в Индокитае, землетрясение в Японии. То есть, процесс, он идет, но он идет не мгновенно. То есть, оно... Вот об этом многие предупреждали, и об этом как бы и предсказания все были, и ясновидящие об этом предупреждали. Но просто это со стороны официальных правительства, оно, к сожалению, не афишируется и не предупреждается. Поэтому здесь только спасение утопающих. Дело рук самих утопающих. Стандартные рекомендации. Хорошее настроение, позитивные эмоции, здоровое питание, ну, рациональное питание. Не то, что, я бы сказала, здоровое, а рациональное питание. Вот физические упражнения, прогулки на свежем воздухе, общение с природой как можно чаще. Ну, и режим труда отдыха, вот классический рекомендации. Любая болезнь, она не возникает просто так. То есть, у нас есть подсказки, которые говорят о том, что мы повернули не туда, мы делаем не то, мы себя как-то не так ведем, мы себя вот так вот закрываем, мы не делаем то, что нам хочется делать. Вот. И поэтому возникают такие вот проблемы. Болезнь – это подсказки нам, что мы пошли не в ту сторону. Почему вот можно вылечить онкологию, если человек меняет свое отношение вообще к жизни, свой образ жизни, но не в том плане, что он все бросает и уезжает куда-то в монастырь, а он меняет просто свое отношение к жизни, то тогда онкологический процесс можно повернуть вспять. Психологические вот эти все проблемы, они изначальные, а потом уже доходят до физического тела. Иногда бывают действительно кармические проблемы, связанные с прошлыми жизнями, а иногда уже он просто не слышит подсказок вселенных. Вот мое личное мнение о том, что у нас вселенная, она любит нас, и она никогда, ну, не вот все вот эти кармические проблемы, она вам не будет ставить вот прям вот во главу. То есть она всегда вам дает подсказки, как этого избежать. Просто мы привыкли, ну, люди привыкли не слышать этих подсказок, не видеть этих подсказок. И когда я вот занимаюсь с людьми, то я их учу именно слышать, видеть, ощущать то, что нам говорит вот вселенная. Подсказки идут, да, через, могут даже там, через песню вот в такси, через там какую-то фразу, кто-то встретил, кому-то что-то сказал. То есть нужно на это вот ориентироваться, цепляться мыслью, и вот ее обдумывать, а почему эта мысль возникла, а почему у меня возникло желание сделать. Одним из проявлений переполюсовки планеты будет открытие способностей. То есть вы все знаете, что у нас есть 12 нитей ДНК, но они заблокированы и работают только две. И вот в тех, которые заблокированы, как раз скрываются все наши способности к телепатии, к яснослышанию, к яснознанию, к видению вот этих вот тонкоматериальных проявлений. И вот когда произойдет вот эта окончательная переполюсовка, то оно автоматически, спонтанно разблокируется, вот эти 12 нитей ДНК. И вот почему и желательно как бы людей предупреждать о том, что вы в какой-то момент встанете и будете слышать, видеть то, что вы раньше не слышали и не видели. и так далее. И вот дети, они, так как уже сейчас у них вот эти нити ДНК не заблокированы, они это все видят. И вот просто большая проблема, когда дети это видят, родители это не знают, что с этим делать, и либо это таблетки, либо это просто не говори мне ничего, я боюсь. но группа вот там не только в Минске, группа таких вот знающих, видящих людей, они поняли, что таких детей нужно учить по-особому. Вот. И была организована школа, частная школа, где учитываются особенности вот таких детей, которые видят, слышат и телепатически общаются. То есть учителя об этом знают, у них особое отношение к этим детям, особая методика преподавания. То есть когда ребенок говорит о том, что я в прошлой жизни вот был вот этим, или а сейчас мой папа находится на планете вот там, и я вот, значит, хочу ходить с синими волосами, они это адекватно воспринимают. Ну, скажем так, у меня особый случай, поэтому у меня активировано более 106. Да, я выполняю работу не только на этой планете. Продолжение следует...